Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Прямой эфир» в студии Ирина Кузина. В это воскресенье православные верующие будут отмечать Пасху, главный христианский праздник. По традиции в эти дни принято посещать храмы, однако в нынешнем году поход в церковь может грозить распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Врачи призывают оставаться дома. Как сохранить мир с близкими во время изоляции? Можно ли сейчас ходить в храмы? Ответить на эти и другие вопросы пришел в студию Антоний Русакевич, председатель миссионерского отдела Тверской епархии, настоятель Казанской церкви во Власево-Втвери. Отец Антоний, я рада, что вы пришли к нам в студию ответить на вопросы наших телезрителей. Здравствуйте! Здравствуйте, друзья, братья и сестры. В это непростое время для многих является серьезным духовным испытанием то, что происходит сейчас. И, конечно, многие православные переживают, потому что Пасха является главным праздником для всех верующих людей, когда мы вспоминаем, как Иисус Христос исполнил свою миссию и воскрес. Даже время, мы считаем, от Рождества Христова это настолько было важное событие в жизни человечества. Поэтому сейчас у многих православных людей возникает проблема. С одной стороны, Патриарх благословил всем оставаться дома. Попросил об этом, и священнослужители просят об этом постоянно. Но, с другой стороны, хочется поучаствовать в пасхальном богослужении, поделиться этой радостью пасхальной и, конечно, осветить куличи, яйца и другие продукты, которые используются для праздничной трапезы. Кроме того, очень часто близкие начинают возмущаться и просят, чтобы остались дома верующие люди. Мне хочется также призвать всех оставаться дома, потому что сейчас, в это непростое время, верующие люди могут показать другим пример любви к ближнему. И когда мы говорим, что мне надо пойти в храм, чтобы причаститься, исповедоваться, мне надо осветить куличи, это такие эгоистичные совершенно установки, которые противоречат православию. Как Христос призвал всех нас к любви, так же и нам стоит сейчас показать пример любви к ближнему. И когда мы сейчас остаемся дома, мы тем самым проявляем пример любви к ближнему, самопожертвование, когда отказываемся от каких-то своих интересов, чтобы в семье был мир, покой, чтобы люди меньше ругались. Потому что сейчас для многих это очень непросто. Очень быстрый темп жизни у нас. Во многих семьях практически исчезла традиция семейных ужинов, обедов, когда вся семья собирается за столом. И сейчас, когда оказывается, что вся семья вынуждена находиться в четырех стенах, то многим, конечно, это нелегко переносить. Потому что постоянно слежу за новостями и вижу, что в Китае сообщают, выросло число разводов. У нас в России растет число каких-то бытовых преступлений. Это все следствие того, что люди отучились общаться друг с другом, отучились прощать, слышать друг друга. Давайте разбираться по порядку. Значит, вы призываете всех оставаться дома и не ходить сейчас пока в храмы. Да, конечно. Это на сегодняшний день будет самое правильное поведение. Потому что пока храмы открыты и службы в них продолжаются, это очень важно. Потому что многие люди удивляются, почему храмы не закрывают. Но сейчас пока не было каких-то рекомендаций от экспертов, которые понимают лучше нас в этой области, чтобы храмы закрывались. То есть, у нас сейчас не такая критическая ситуация. И надо понимать, что если храмы будут закрыты, среди многих людей это вызовет очень большое волнение. Если мы посмотрим с вами историю церкви, то мы увидим, да, были такие сложные ситуации, когда храмы временно закрывались. Но это всегда вызывало большое волнение среди людей. Поэтому сейчас самое главное, чтобы в храмах продолжала совершаться литургия. Большинство людей прислушиваются к священнослужителям и остаются дома. Ну и кроме того, в храмах сейчас соблюдаются определенные меры предосторожности для того, чтобы снизить риски заболевания. Поэтому все предписания священноначалия, рекомендации экспертов, они все в храмах соблюдаются. А что конкретно делается по дезинфекции? Сейчас регулярно протираются иконы, которым прикладываются люди. Рекомендуется вообще этого сейчас не делать, чтобы люди просто могли перед иконой перекреститься. Священник, когда благословляет людей, то чаще делает это на расстоянии. Когда люди причащаются из одной лжицы, что многих смущает, то лжицы протирают спиртом, потом опускают в чистую воду. Это такие рекомендации священноначалия. Ну и кроме того, мы сейчас призываем всех оставаться дома, чтобы не было большого скопления людей. И во многих храмах сейчас даже появилась разметка того, что люди должны находиться на расстоянии 2 метра друг от друга. Так же, чтобы люди не обнимались, не целовались, как это для многих бывает привычно, особенно на Пасху, на какие-то праздники, когда люди друг друга приветствуют. Ну и, конечно, постоянно мы говорим о том, что угроза – это она реальная, это никакая не выдумка. Действительно, есть проблема, и нам нужно соблюдать разумные меры безопасности. Конечно, верующие люди, они могут еще обратиться к Богу за помощью. И, так скажем, по вере нашей Господь даст. Если мы будем разумно себя вести, молиться, то риски очень сильно снижаются. Отец Антоний, можно ли осветить куличи, например, дома? Да, конечно, можно будет. Учитывая, какая сейчас ситуация, это будет самый оптимальный вариант. Потому что мы можем остаться дома и сами святой водой осветить куличи, прочитать тропарь Пасхи и сказать, Господи, благослови, освети. Если мы делаем это искренне, то уже от этого будет польза. То есть, все-таки освящение куличей, пасохи, оно не делает их какими-то волшебными. Это символ того, что это наша пасхальная трапеза, что мы радуемся воскресению Спасителя. Также предполагается, что в Великую Субботу будут трансляции освящения куличей из храмов. Позже на сайте епархии будет размещена эта информация. Где это можно будет посмотреть, какое будет расписание. Предполагается, что сам митрополит Савва будет освящать куличи. Будут в определенное время включения молитвы. Можно будет дома также послушать эту молитву и самим покрапить святой водой. Не будет ли грехом, если в условиях эпидемии оставаться дома на Страстной Седмице и на Пасху? Нет, конечно, никакого греха не будет. Потому что надо понимать одно дело, когда ситуация благоприятная, и мы можем прийти в храм. И, допустим, сейчас храм у нас находится практически в каждом поселке, в каждой деревне, в шаговой доступности. А сейчас, когда складывается такая ситуация, то нам важнее остаться дома, и никакого греха в этом не будет. Кроме того, у нас есть благословение патриарха на это. Он сам призывал нас всех остаться дома. Также постоянно об этом говорят все священники. И для православных людей это будет проявлением послушания. Как зачастую монахи говорят в монастырях, послушание превыше поста и молитвы. Как будут проходить богослужения? Можно ли, например, подать записки через интернет, чтобы священники помолились о близких? Богослужения будут проходить во всех храмах Твери. Но, как я уже сказал, мы призываем всех прихожан оставаться дома. И предполагается, что людей будет немного. Уже сейчас во многих храмах в большинстве численность прихожан упала в десятки раз. Это говорит о том, что люди понимают, что происходит, и нету каких-то неправильных настроений, непослушания. То есть, люди все-таки у нас понимают, что происходит. Поэтому, я думаю, что людей будет немного. И, кроме того, будут соблюдаться определенные меры. В некоторых храмах нашей епархии будут проводиться трансляции богослужений. Это, конечно, главное богослужение будет проходить в Воскресенском кафедральном соборе. Возглавлять его будет митрополит Савва Тверской и Кашинский. Будет трансляция богослужения в интернет. Также трансляция будет из собора Александра Невского на привокзальной площади. И в храме, настоятелем которого я являюсь, Казанская церковь во Власево, города Твери. Очень известный исторический храм города. Там также уже проводится регулярно богослужение. Люди могут подать записки через интернет. То есть, для многих самый главный вопрос, как помолиться на Пасху, мы можем сделать это онлайн. Можно посмотреть в любых соцсетях или на каналах Спас, Союз, также будут трансляции богослужений. А чтобы подать записки, чтобы священники помолились в пасхальную ночь за наших близких, можно или позвонить в свой храм. Если мне, то можно написать в соцсетях. И многие люди этим пользуются. Потому что у нас ситуация достаточно благоприятная, но люди, которые живут за границей, у них храмы уже закрыты. И у них вообще нет никакой возможности пойти в храм. Поэтому там вопрос стоит не об этом, как идти или не идти, или что там делать в храме, а вообще, как помолиться людям. Ну, давайте вернемся к главному вопросу, как сохранить мир с близкими во время самоизоляции. Вы сами сказали, что число бытовых ссор, например, в России растет. С чем это связано? Я тоже понимаю, что люди не привыкли в условиях современных находиться друг с другом и разговаривать даже. Так что же нужно сделать для того, чтобы все-таки сохранить этот мир? Ну, прежде всего, надо помнить о том, что среди нас нет святых. Мы все люди грешные. И наши близкие – это такие же люди, как и мы с вами. Только мы очень часто себе готовы все простить, а вот близким не готовы. Из-за этого возникает конфликт. И очень часто то, что мы думаем о людях, отличается от того, что есть на самом деле. Бывает незаметно, дети вырастают, и родители замечают это уже слишком поздно. И оказывается, что они не могут с ними разговаривать. То есть, надо больше общаться друг с другом. И прямо говорить, давай мы не будем друг от друга ничего скрывать. Давай сейчас сядем, поговорим, решим, какие у нас есть претензии друг к другу. И поищем компромисс. И большинство людей у нас все-таки адекватные. И многим это пойдет на пользу. То есть, часто мы что-то недоговариваем, что-то там сами от себя надумываем, накручиваем себя. И возникают вот такие проблемы. Если мы будем больше друг с другом общаться, то это позволит избежать многих конфликтов. Ну и, конечно, где-то уступать друг другу. Если наши близкие просят что-то не делать, то, может быть, стоит прислушаться. И здесь верующие люди могут показать пример другим, как нам надо себя вести. То есть, как надо прощать, как надо со смирением, с любовью относиться к близким. И самое главное – принимать их такими, какие они есть. Потому что мы не можем себе других родственников найти. Нам надо жить с теми, кто есть. А если более конкретно, когда люди находятся на пике эмоциональном, когда вот-вот и разразится ссора, что нужно расходиться? Конкретные советы? Нет. Бывает, расходиться – это уже такая крайняя мера. Я всегда стараюсь этого избегать. Я имела в виду по разным углам. Нет. Бывает так, что люди разводятся. Сейчас у нас растет и число разводов. Потому что многим людям действительно кажется, что это уже все невыносимо. Но это следствие обиды. Обида, гордость – они всегда губительно действуют на человека. Сейчас ученые даже говорят о том, что некоторые формы обиды, гнева, они приводят к болезням. Чаще всего к онкологическим заболеваниям. Поэтому, чтобы не разразился конфликт, самое главное – взять паузу. То есть, если вы чувствуете, что уже закипает внутри гнев, то лучше действительно отойти в другую комнату или хотя бы в угол. И тихонечко посидеть, позаниматься какими-то своими делами, чтобы отвлечься. Потом, когда вы успокоитесь, может быть, даже через час, через два или даже на следующий день, уже можно будет спокойно с человеком поговорить и обсудить, что к чему. Уже, может быть, аргументы какие-то появятся, чтобы можно было выстроить разговор. А эмоции, конечно, они зачастую совершенно не нужны. Мы отвыкли их контролировать. То есть, мы постоянно куда-то бежим. У нас голова занята какими-то проблемами. Как нам куда-то успеть, как там что-то купить, как там сдать отчет вовремя или еще что-то. То есть, в основном, у нас все мысли о работе, об устройстве своего быта. Когда нам становится нечем заниматься, оказывается, что в голове ничего нет. И вот здесь сейчас очень важно, чтобы у нас в голове появились какие-то хорошие мысли. Не надо постоянно смотреть новости. То есть, ошибка многих людей, что они сейчас с утра до вечера смотрят новости. Практически ничего нового там мы не узнаем. Только цифры меняются, а суть остается одна и та же. Поэтому достаточно посмотреть новости один раз вечером. Или даже посмотреть заголовки новостей, и мы уже все поймем. Кроме того, многие поддаются панике, когда сейчас в чатах WhatsApp, Telegram, других. Их постоянно люди присылают какую-то фейковую информацию. Это, так скажем, уже признак современных проблем общества. Когда кто-то с какой-то целью запускает вот такие анонимные совершенно сообщения. Хочу напомнить, что сейчас за распространение подобной информации у нас есть уголовная ответственность. Но кроме того, это очень сильно людей смущает. Поэтому мой совет близких, всех знакомых, кто присылает такую информацию, попросите и скажите, не надо мне такое присылать. Присылай там смешных котов, детей, чтобы поднять как-то настроение друг друга. А если мы будем постоянно вот об этом говорить и заражать других паникой, то легче от этого никому не станет. Отец Антоний, вы сейчас очень популярны в интернете. В основном какие вопросы вам задают? Ну, большинство вопросов, которые сегодня мы озвучили, конечно, о том, как сейчас идти в храм или не идти. Как осветить куличи, как помолиться, как подать записки через интернет. Потому что сейчас наши близкие, они нуждаются в сугубой молитве. И человек верующий, он может сам помолиться. И после молитвы человеку всегда становится легче. Потому что молитва – это разговор с Богом. А наши близкие, которые имеют слабую веру, и люди вообще, может быть, неверующие, им гораздо тяжелее. Потому что они надеются только на свои силы. И человек понимает, что перед этой угрозой он особо не может ничего сделать, кроме как закрыться у себя дома. И кроме того, сейчас у нас складывается тяжелая экономическая ситуация. Люди теряют работу. Да, поскольку у нас и доллар вырос, и нефть упала. И возможно, что этот кризис будет продолжаться довольно длительное время. Не надо надеяться, что это закончится прямо завтра. Периодически случаются такие кризисы. И как раз десятилетие уже прошло с момента последнего кризиса в 2008 году. Ожидаемо было, что будут подобные проблемы. Для тех людей, которые понимают, о чем речь. Я, в общем-то, ожидал, что будет такая ситуация. И сейчас, конечно, многие мои подписчики сообщают о том, что кого-то уволили, кого-то отправили в отпуск, кому-то сократили зарплату. Поскольку сейчас многие люди очень закредитованы. То есть, отличие с сегодняшней ситуацией от ситуации 1998 года, 2008 года в том, что кредитная нагрузка населения очень выросла. У нас практически каждый человек имеет кредит. У нас 64% людей вообще не имеют никаких сбережений. Это страшные цифры. Это говорит о том, что если человек сейчас увольняют, то у него в жизни происходит катастрофа. И многие, конечно, поддаются панике. Но я призываю всех людей не паниковать. Потому, что паника, она ничем нам не помогает абсолютно. Нам важно сейчас понять, где мы находимся, какие у нас возможности есть. И вот это время карантина использовать с пользой. То есть, может быть, посвятить это время духовному развитию. Почитать какие-то книги, которые мы давно собирались прочитать, но не могли. Пообщаться с близкими. Потому, что я уверен, что многие из нас забыли, когда читали книгу своим детям и внукам. Когда смотрели вместе с ними какой-то фильм, сказку или еще что-то. И посвятить это время хотя бы общению с близкими. Это уже будет польза для нашего психического и духовного состояния. Если есть возможность, то постараться это время посвятить изучению каких-то новых навыков. Конечно, я сам 12 лет служил на закрытом острове Городомля, на озере Селигер. Это закрытая территория, где нет моста по периметру колючего проволока. Настроения среди людей такие очень воинствующие по отношению к церкви. И фактически 12 лет я уже жил в таком состоянии карантина, поэтому мне не привыкать. Для меня единственный способ был расширить аудиторию для проповеди, как-то изменить ситуацию на острове. Это выйти в интернет. Поэтому я завел свой YouTube-канал, группу ВКонтакте, Instagram, другие соцсети. Также ничего об этом не знал. Еще в 2018 году я не знал ни как снимать ролики, ни как работать в интернете. Но с Божьей помощью все получилось. Сейчас уже у меня достаточно большая аудитория. Скоро уже будет 200 тысяч человек во всех соцсетях. И я вижу, насколько это востребовано сейчас, чтобы мы людей могли утешить, поддержать, сказать какое-то доброе слово. И на сегодняшний день я абсолютно уверен, что любую нашу деятельность можно сделать гораздо эффективнее, если мы будем делать это в интернете. Некоторые профессии люди могут спокойно сейчас перенести в интернет. Это репетиторы, бухгалтера, юристы, дизайнеры, журналисты. То есть, много различных профессий, которые, в принципе, сейчас можно перенести в интернет и пережить это время с пользой. Потому что любой кризис, кризис в переводе на русский означает очищение. То есть, мы привыкли жить, когда все благополучно, все хорошо, расслабились где-то и не понимаем, что все может очень быстро измениться. Поэтому сейчас самое время не паниковать, а попытаться найти себя в новых условиях. Допустим, некоторые предприниматели сейчас, которые занимались пошивом одежды, стали маски шить и продавать их через интернет. Один из примеров таких. Мои подписчики, многие сообщают, что там женщины начали что-то вязать, шить, тем самым помогают людям. То есть, надо подумать, чем нам нравится заниматься и попробовать выйти в интернет с этим. Я уверен, что многие смогут изменить свою жизнь к лучшему благодаря этому. Потому что, если вам кто-то говорит, что уже поздно, что не надо туда идти, уже все занято, не верьте. Хороших специалистов не хватает. Очень много людей, которые хотят получать зарплату, ничего не делать. А вот людей ответственных, которые разбираются в своем деле, которые готовы работать, их очень мало. Их даже в интернете найти очень тяжело. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, поддержали всех нас. Всего доброго и до новых встреч. Да, спасибо, Господи. Ну, еще хочу сказать, чтобы все оставались дома и молились дома. Были здоровы. Спасибо, Господи. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова